Всем привет! Сегодня мы раз и навсегда выясним, кто же на самом деле убрал Тони Сопрано. И что еще более важно, мы поймем, кто заказал это убийство и кому оно действительно было выгодно. В одном из своих предыдущих видео я рассказывал о том, почему я считаю, что Тони Сопрано был убит в последнем эпизоде Сопрано. Ссылку вы найдете в описании. Здесь мы поговорим о том, кто именно убил Тони. И начнем с самых безумных теорий. В интернете существует мнение, что парень в куртке Members Only – это брат Юджина, пришедший отомстить за смерть брата. В поддержку этой теории автор ссылается на то, что парень похож на Юджина, как две капли воды. Даже их куртки одинаковые. Кроме того, мы видим актера в первый раз, что означает, что это осознанный ход Дэвида Чейза подчеркнуть родство этого человека и Юджина, потому что мы видели Юджина в точно такой же куртке, когда он выполнял заказ. Также подчеркивается, что фамилия Юджина имеет скрытое значение. Фамилия Юджина не просто Ворон – Корво, а скорее Мост Воронов – Понте Корво. В более широком контексте, хотя Юджин и является второстепенным персонажем, он символизирует не саму смерть, а служит проводником к ней. Хотя не секрет, что имена и фамилии большинства персонажей Сопрано имеют скрытый смысл, я сильно не согласен с этой теорией. И вот почему. Связь между Тони и Юджином восходит к их общим воспоминаниям о баскетболе в юности. Учитывая их давнюю дружбу, разумно предположить, что Тони был знаком с семьей Юджина, включая его, братьев и сестер. Если бы по случайности у Юджина был брат, знакомство Тони с ним было бы неопровержимым. В этом гипотетическом сценарии Тони определенно узнал бы брата Юджина, завязал бы разговор и выразил бы искренние соболезнования по поводу трагической смерти Юджина. Однако здесь мы видим, что Сопрано замечает парня в куртке, но теряет к нему весь интерес спустя долю секунды, что еще больше подчеркивает, что Тони видит его впервые. Что касается выбора актеров, то выбор этого человека на роль парня в Members Only был осознанным шагом, использующим силу анонимности. Выбор незнакомого лица был ключевым, кастинг известного актера мог бы изменить всю динамику сцены. Существует интригующая теория, которая предполагает, что гибель Тони в финале – это месть, организованная гадюками, восходящая к тому времени, когда он и Кристофер дерзко украли ящики с вином и в порыве безумия выстрелил в члена гадюк. Теперь, если гадюки действительно были подлинным байкерским клубом из 1%, их арсенал и численность могли бы представлять реальную угрозу. В статье также говорится, если вайперы действительно имели Тони на своем радаре, то сложная игра между байкерами-изгоями и мафией могла бы вступить в силу. Вместо того, чтобы прибегать к прямому насилию, они могли бы использовать свои связи в Нью-Йорке, возможно, через одну из известных пяти семей, чтобы найти решение. Это чепуха. Мафия, разветвленный финансовый монстр, тонко переплетает свое влияние через тайные связи с избранными государственными учреждениями, создавая незаметные нити, уходящие корнями в послевоенные времена. Если бы мафия, способная бросить вызов целым правительствам, решила вмешаться, могла бы простая байкерская банда противостоять такой мощной силе? Конечно, нет. Джей Доббинс в своей знаковой книге «Не ангел» ясно описал, как мудрецы относятся к байкерам. Проще говоря, они считают их пустым местом. Да, конечно, байкеры тоже сила, но у мафии гораздо более глубокие корни вспомнить Зелмана. Если бы они захотели, Сопрано могли бы заставить его принять закон, который негативно сказался бы на жизни байкеров в Джерси. Хорошо, мудрецы, сейчас мне трудно сдержать смех, но я все же постараюсь. Ну что ж, давайте послушаем факты, подтверждающие эту теорию. К концу шестого сезона отношения Дженнис с Тони рухнули в опасные воды, особенно усугубленная трагической смертью Бобби. Непрекращающаяся война с Филом, которая в конечном итоге забрала жизнь Бобби, еще больше разожгла ненависть Дженнис, и она возложила вину полностью на Тони. После смерти Бобби Дженнис не теряла времени на поиски нового мужа, чтобы облегчить свои финансовые трудности. Ее стремление к стабильности отражало ту же жадность, которая царила в ее мире. После гипотетической смерти Тони она могла бы представить, как претендует на долю его наследства. Ее амбиции создать семью и взять на себя ответственность за детей Бобби добавили финансовой срочности, усиливая ее неустанные поиски безопасности. Хотя мы лишь поверхностно касаемся сложных отношений, Дженнис с Тони в заключительном сезоне повествования рисует убедительный портрет ее мотивов. Вот загадка. Всего через несколько дней после душераздирающей потери мужа и получения от Тони уверенней в финансовой поддержке и злу пертатцы, она якобы организует смерть своего брата. Какой же извращенный расчет наследства здесь на повестке дня? Она собирается претендовать на активы своего брата, опередив его жену и детей. Эта мысль становится еще более нежизнеспособной, если вспомнить ее постоянное выкачивание ресурсов из брата на протяжении всего сериала. Трудно представить, что она вдруг увидела в разрыве семейных уз какую-то большую выгоду, нежели в продолжении своей привычной зависимости от Тони. Вот увлекательная теория. Скептицизм вокруг парня в куртке Members Only в качестве киллера основывается на вопросе, откуда он мог знать о местоположении Тони в финальной сцене. Однако, если внимательно рассмотреть действия Кармелы перед этим моментом, открывается другая история. Когда Кармела сообщает Эй Джею о своих планах относительно ужина, она вскользь упоминает, что они идут поесть. Позже, когда Тони интересуется планами на ужин, она намекает на Холстенс. В той же сцене возникает интересная побочная линия. Кармела просматривает пляжные дома. Хотя это якобы ради потенциальных сделок с недвижимостью, при более близком рассмотрении данная сцена намекает на более глубокую мотивацию. Дети теперь взрослые и Кармела, похоже, готова к новой главе в своей жизни. Возможно, она тонко направила Тони на помощь в создании будущего, независимого от него. Как только она решила, что все кусочки пазла на месте, она организовала смерть Тони. Даже если оставить в стороне абсурдность этой теории, остается вопрос, зачем Кармела хотела бы убить Тони на глазах у их детей? Убийство отца на глазах у детей оставит огромную травму в их сердцах, не говоря уже о Энтони-младшем, который уже бывал в психбольнице после неудачной попытки суицида. Как вы думаете, что бы сделал Энтони Джуниор после того, что увидел? Конечно, он бы следовал за светом в конце туннеля. Жаль, что поблизости нет нормального бассейна. Теперь, когда мы установили, что это бессмыслица, я предлагаю взглянуть на финансовый аспект. Иными словами, действительно ли Кармела получит деньги, если Тони умрет? Кармела оказывается в сложной ситуации со Славой, и перспектива извлечения чего-либо существенного от русского гангстера кажется неправдоподобной. Хотя она действительно знает о существовании зарубежных счетов, мысль о том, что Кармела обратиться к Славе за выплатой выглядит сомнительной. Даже учитывая адвоката Тони, Нила Минка как потенциальный источник, сложно представить, что он охотно расстанется со всеми активами Тони. Любая надежда на то, что оставшиеся члены семьи Тони принесут деньги Кармели, встречается с решительным скептицизмом. История криминального мира полна примеров, когда мафиози, несмотря на обещания поддерживать семьи, не выполняют эти обязательства, когда член умирает или попадает в тюрьму. Сам Тони, хоть и неохотно, заботился о вдовах в своей команде, подчеркивая редкость таких актов доброты в мире организованной преступности. У Кармелы действительно имелись деньги, но недостаточно, чтобы поддерживать себя, большой особняк и сына с суицидальными наклонностями. Я лично верю, что Кармела любила Тони, или по крайней мере, любила жизнь, которую Тони создал для нее. Убить Тони было прямым способом начать продавать польские сосиски в супермаркете, если вы понимаете, о чем я. Для Кармелы это было эквивалентом ада на земле. Рассмотрим очередную интригующую теорию заговора. Кукловод, держащий нити за спиной Тони, никто иной, как Джуниор. Хотя его преклонный возраст не позволяет ему физически выполнить заказ, теория предполагает, что он мастерски организовал всю операцию. Почему? Потому что Джуниор никогда не простил Тони за то, что тот подорвал его авторитет как босса и тайно управлял делами семьи за его спиной. Несмотря на то, что внешне он кажется готовым оставить все в прошлом, история учит нас, что Джуниор не из тех, кто забывает и прощает такие оскорбления. Эта теория укрепляется отсылкой на предыдущую попытку Джуниора убить Тони, что устанавливает прецедент для глубоко укоренившейся вражды между ними. Добавляя интриги, есть подозрение, что деменция Джуниора – это уловка. В предыдущем сезоне он открыто признается, что притворяется психически больным, чтобы избежать тюремного заключения. Это откровение ставит под сомнение искренность его проблем с психическим здоровьем, вводя возможность того, что он притворяется, чтобы манипулировать окружающими. Теория предполагает, что Джуниор обладает большим влиянием, чем кажется на первый взгляд. Случаи, когда другие пациенты невольно выполняют его указания, например, организуя покерные игры, подчеркивают его способность оказывать влияние даже в стенах больницы. Если мы внимательно изучим эпизод, где Джуниор берет на себя управление в психиатрической больнице, организовывая покерные игры, мы увидим детальную картину его психического состояния. Сначала он кажется довольно осознанным, мы можем уловить тонкие намеки на потерю памяти, но ничего слишком странного. Поворотный момент наступает, когда его неуравновешенный подельник устраивает жестокое нападение, нанося несколько серьезных ударов по голове Джуниора. Эпизод заканчивается тем, что Джуниор, избитый и глядящий, в пустоту, кажется, теряет связь с реальным миром. Дело в том, что тот внушительный удар от Джеки Чана экспоненциально усиливает его деменцию, превращая ее из контролируемого состояния в серьезный недуг. Сцена, где Тони навещает Джуниора, ярко изображает степень его психического упадка. Ирония ощутима, поскольку Тони, когда-то пешка, теперь напоминает Джуниору об их общей истории в мафии и о том, что Джуни и он когда-то держали власть в Джерси. Даже если бы Джуниор задумал избавиться от Тони, находясь в стенах психиатрической больницы, он бы забыл о своем плане через несколько минут и попросил бы порцию мороженого. Возможность того, что русские играют скрытую роль в событиях Сопрано, особенно в «Судьбе Валерия», в эпизоде, где Поли и Крис теряются в лесу, добавляет интригующий слой к спекуляциям о сюжете. В этом конкретном эпизоде Валерий, русский мафиози, пропадает после жестокой стычки с Поли и Крисом. Теория предполагает, что если Валерий выжил после столкновения, он мог позже сообщить Славе, высокопоставленному лицу в русской мафии, о происшествии. Это могло побудить Славу организовать тонкую месть в финале. Отсутствие явного завершения судьбы, Валерия открывает двери для спекуляций о возможных последствиях. Но дело в том, что в какой-то момент Чейз отказался от идеи продолжения линии с русскими в Сопрано, и в интервью Дэвид сообщил, что русского нашли рейнджеры, которые были в походе, и отправили его обратно в Россию. Переходим к безумной теории под названием Bella HD. Смелое утверждение о том, что Тони Сопрано встретил свою судьбу в финальной сцене от рук самого Фурио. На протяжении всего сериала есть тонкие намеки, указывающие на то, что Тони испытывает фетиш на куколдизм, что заставляет его выбрать Фурио, элегантного итальянца, в качестве своего быка, чтобы удовлетворить желание Кармелы. Теперь вы можете спросить, как этот, казалось бы, нестандартный подтекст, связан с судьбой Тони в финальной сцене. Связь заключается в том, что Фурио, в отличие от нескольких других персонажей, не встречает мрачный конец в Сопрано. Это намекает на продолжение его существования. Эта теория предполагает, что выживание Фурио открывает дверь для зрелищного поворота, его возвращения на сцену, чтобы забрать жизнь Тони и, возможно, более провокационно, чтобы завоевать Кармелу. Если я правильно понимаю, эта теория основана только на том, что Фурио жив и хотел заняться сексом с Кармелой. Очевидно, у автора на голове пчела. Не исключено, что это мог быть просто учитель Энтони Джуниора, с которым Кармелла изменяла, или тот же самый отец Энтинола. Почему бы и нет? Они оба живы и оба хотели Кармелу. Плюс у священника была хорошая мотивация, после смерти Тони у него был бы неограниченный доступ к Зите и возможность смотреть свои любимые фильмы на DVD. Но если вы думаете, что не существует ничего более безумного, чем эта теория, вы сильно заблуждаетесь. Проницательный автор теории, который пересмотрел Сопрано почти 9 раз, все больше убеждается в том, что именно Мэду нажала на курок. Теория приводит ряд интригующих фактов, чтобы подкрепить свои аргументы. Нехарактерная неуклюжесть Мэду с парковкой становится ключевым доказательством, предположительно вытекающим из нервов, связанных с тяжелой задачей устранения собственного отца. Мэду выделяется как единственный персонаж, чье появление в Холстонс остается скрытым от взгляда зрителей, что порождает спекуляции о ее скрытых намерениях. Суть теории заключается в моменте, когда Тони смотрит вверх прямо перед уходом в черный. Согласно этой точке зрения, появление Мэду служит триггером, а затемнение символизирует именно тот момент, когда она производит смертельный выстрел. Примечательно, что ее стратегический выбор парковки, расположенный у двери и удобно подготовленный для быстрого побега, усиливает нарратив теории. Преднамеренный выбор парковочного места, на первый взгляд незаметного, приобретает зловещую значимость, так как соответствует предпосылке теории о том, что Мэду организовала этот тайный акт с расчетливой точностью. Единственный способ, которым Мэду могла бы подставить Тони, заключался в том, чтобы рассказать Патрику Паризе о ресторане, где она и ее семья планировали встретиться. Патрик мог бы шепнуть это Пэтси, но об этом мы поговорим позже. Извините, парни, не могу поверить, что любящая дочь убивает своего отца на глазах у всей семьи. Хотя, возможно, это была ее месть за неудавшийся роман с Ноа. Вот так называемая аллегорическая фанатская теория. Кармайн-младший, испытывая скрытую обиду по отношению к Тони с момента, когда его отец высказал мысль о том, что Тони ему как сын организовывал тонкую вендетту. Согласно этой теории, решение Кармайн-младшего взять Энтони-младшего на работу в последних нескольких эпизодах. Это не просто стратегическое бизнес-решение, а расчетный маневр, чтобы нейтрализовать любую потенциальную будущую вендетту от ближайших родственников Тони. Завоевав доверие и лояльность сына Тони через рабочее место, Кармайн-младший фактически создает буфер против возможной мести в будущем. Теория предполагает, что Энтони-младший, возможно, в своем наивном или непреднамеренном стиле, мог раскрыть информацию о планах своей семьи насчет ужина, невольно подготовив почву для предстоящего удара. Я сильно сомневаюсь, что Кармайн-младший обладал необходимой смелостью или пользовался достаточным уважением среди влиятельных фигур в Нью-Йорке или Джерси, чтобы предпринять такой рискованный шаг. Кармайн-младший был известен тем, что активно избегал конфликтов. Идея о том, что он участвует в рискованной авантюре, кажется маловероятной. В конце концов, он стратегически обеспечил себе приличный доход, чтобы элегантно отойти от дел. Его заявление о том, что он уходит на пенсию, чтобы обеспечить свое выживание и счастье, звучит убедительно. Если бы он действительно имел какие-либо амбиции для стратегических маневров, подходящее время для этого было бы, когда у него была поддержка. Однако после выхода на пенсию любые подобные действия поставили бы его прямо под прицел потенциальных противников. Зачем ставить под угрозу свою безопасность, организуя удар особенно по кому-то вроде Тони, который, казалось, был на его стороне. Итак, теперь, когда мы разобрали самые дикие теории, давайте выясним, кто действительно убил Тони Сопрано. Если вкратце, я считаю, что Нью-Йорк заказал убийство Тони, а значит, за всем стоит злобный карлик Буччи. Но такие серьезные изменения в мафии обычно приводят к войнам и новой кровопролитной резне. Однако все может пройти гладко, если у нападающей стороны есть договоренности с людьми Тони, тогда план можно реализовать. Поэтому я уверен, что план по устранению Тони Сопрано вовлек крупных игроков из его собственной семьи, а именно Поли Галтиери и Пэтси. У обоих имеются свои причины желать смерти Тони, но об этом мы поговорим чуть позже. А пока нам нужно понять, зачем Лупертатце было так необходимо убить Тони. Напомню, что личная непрязнь Буччи к Тони никуда не исчезла. Вспомните эпизод, когда Буччи явно намекает Филу, что боссы иногда умирают, что такое уже бывало. И именно он поднимает вопрос об устранении Сопрано. Ключевой момент наступает, когда Буччи делает смелый выбор ослушаться Фила, решение которого становится очевидным в их напряженном телефонном разговоре, когда Буччи идет по улицам от маленькой Италии до Чейнотауна. Мне кажется, что наряду с идеей убрать Тони, в голову Буччи закралась и мысль о том, чтобы избавиться от Фила и занять вожделенный трон. Тогда у Буччи сформировался план, который он начал постепенно воплощать. Сначала Буччи провоцирует Тони через домогательство Кока к Медоу в баре. Ожидаемая реакция Тони вынуждает Фила начать вендетту против семьи Сопрано. Оказавшись ослабленным и поглощенным жаждой мести, Тони не остается ничего другого, кроме как начать переговоры с Нью-Йорком. В опасном союзе они дают зеленый свет на устранение Фила в обмен на временное перемирие. Важно отметить, что Буччи отказывается рассказать Тони, где находится Фил, так что в случае вопросов со стороны других мафиозных семей, Буччи легко сможет отрицать свою причастность к убийству Фила и выйти сухим из воды. Когда Фил мертв, Буччи становится новым боссом, свободным от страха мести. Эта стратегическая манипуляция закрепляет власть Буччи, устанавливая временный мир в хаотичном мире мафии. Важно понимать, что когда Буччи устраняет Тони на глазах у его семьи, это не воспринимается как акт мести за Фила. Это жест скорее формальный, дань базовому мафиозному правилу око за око. Но почему лупертатцы не убили Тони еще до событий шестого сезона? Ответ на этот вопрос дает нам сам сериал и он достаточно прост. Семья Сопрано приносила мафии огромные доходы, поэтому убийство босса даже не рассматривалось. Ведь конфликт с большой вероятностью перерос бы в полномасштабную войну, а это означало бы не только огромные потери в плане людских ресурсов, но и колоссальные убытки с точки зрения доходов. А мафия прежде всего это бизнес и деньги здесь диктуют абсолютно все. Но, как я уже сказал, убийство Тони было бы почти невозможным, если бы кое-кто из его команды не помог лупертатце. Во-первых, война официально закончилась, что было закреплено на финальной встрече Тони и Бутчи. Семьи Сопрано и лупертатцы пожали друг другу руки. Представьте, как бы выглядела нью-йоркская семья, если бы они убили Тони после только что заключенного мира. Однако, если бы Тони убили случайной пулей какого-нибудь неизвестного ковбоя, то обвинить можно было бы кого угодно. Это очень популярная схема, которую мы видим на протяжении всего шоу. Вспомните визит Криси и Сила к старику Альнери. Или наемного убийцу, которого встретил Ральфи в лифте. Или самый известный пример – чернокожие, которые не смогли справиться с Тони. Сопрано отделался только синяками. Изначально план на вечер включал в себя приготовление домашнего маникоти. Однако из-за нехватки времени Кармеллы кулинарный план проваливается. Кармелла предлагает Холстон как единственное решение. Тони загадочно упоминает, что ему нужно увидеться с людьми, когда она информирует его. Неоднозначность насчет предполагаемой встречи Тони вызывает интересные вопросы. Предполагается, что Тони, уклончиво говоря о своих планах, мог вообще ни с кем не встречаться. Я предполагаю, что его неясные слова скрывают тайный визит к человеку, который когда-то чуть не убил его к дяде Джуниору. Однако эти сцены проливают свет на важную деталь. Холстон не был запланирован заранее. Отсутствие четкого плана говорит о том, что только некоторые люди знали, где будет Тони тем вечером. Обычно подобные операции планируются заранее, а это значит, что кто-то заранее знал, какой адресок шепнуть киллеру. В сложной паутине шестого сезона Сопрано возникает важная связь. Сын Пэтси, Патрик, помолвлен с Медоу. Эта семейная связь открывает интригующие возможности, предполагая, что Патрик мог случайно упомянуть Холстонс своему отцу. Равно как и Медоу сама могла рассказать Пэтси о своих планах. Погружаясь в тонкости драмы семьи Сопрано, становится очевидным, что у Пэтси есть мотивы желать смерти Тони. Несмотря на преданность, Тони обошел Пэтси при назначении на пост Капа, что стало затаянной обидой. Все становится еще более очевидным, когда мы вспоминаем, как Париси однажды попытался убить Тони, мстя за смерть брата. Однако за этими явными мотивами скрывается менее очевидная, но важная причина. Желание Пэтси смерти Тони обусловлено расчетом, касающимся судьбы его младшего сына Джейсона. Если бы Тони остался жив, то сын Пэтси, скорее всего, погиб бы. Почему? Сейчас объясню. В финальном эпизоде Сопрано беспокойство Пэтси за сына Джейсона становится ключевой темой. Когда Полли сообщает Тони, что Джейсона Джервази арестовали за торговлю наркотиками, Тони связывает это с исчезновением Карла. За семейным ужином Тони интересуется отсутствием Джейсона, подозревая его в преступной деятельности. Джейсон Джервази и Джейсон Париси – два неразлучных подельника. Пэтси, понимая опасность, уходит от разговора. Вопросы Тони предполагают возможную угрозу для семьи Пэтси, что заставляет Пэтси поверить, что у него нет другого выбора, кроме как ударить первым, чтобы защитить сына от мести Тони. Месть Пэтси реализуется, когда его помолвка с Меду интегрирует его в семью Сопрано. Этот брак готовит его к лидерству, захвату власти после смерти Тони и укрепляет его статус в иерархии Димео. Но возникает логичный вопрос. Как Нью-Йорк смог сговориться с Пэтси за спиной у Тони, если у Париси не было серьезных связей? Когда авторитет Тони ослабевает, Полли, когда-то надежный союзник, начинает испытывать паранойю по поводу возможного плана Тони убить его. Сон, в котором появляется Селл и воспоминания об убийстве на лодке усиливают этот страх. Полли, опытный ветеран, стратегически сливает информацию Нью-Йорку, возможно, готовя почву для смены сторон, если Нью-Джерси ослабнет. Почему Тони задумался о том, чтобы убить Полли? По мере нарастания напряжения между Джонни Сэком и джерсийскими гопниками из-за спорной шутки о Джинни, Тони начинает подозревать, что в его окружении есть крыса, передающая сведения Джонни. Существуют признаки того, что у Джонни есть надежный источник внутри семьи Сопрано, раскрывающий детали о серьезных вопросах, таких как жилищный проект. В эпизоде «Remember When» во время неформального ужина с обычными зеваками, болтливый Полли раскрывает истории, которые он не должен был рассказывать. Наблюдая, как легко Полли позволяет себе сливать важную информацию, Тони размышляет о радикальной мере устранения его. Более того, сотрудничество Полли и Пэтси, планирующих что-то в Бинге, намекает на возможное покушение на Тони. Пользуясь доверием, как надежного человека Джона, Полли ведет переговоры с Буччи о перераспределении семей после войны. Полли видит себя и Пэтси в роли лидеров в Нью-Джерси, с Буччи боссом в Нью-Йорке. С устранением Тони Полли выживает в бурном мире мафии. Однако цена высока, когда-то братские отношения с Тони рушатся, выявляя безжалостную готовность Полли разорвать даже кровные узы ради личной выгоды. Король мертв, да здравствует король! Субтитры создавал DimaTorzok